доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать как и всегда мы это делаем ключевые фундаментальные события и то как они влияют на поведение финансовых активов начнем сегодня с нефтянки которая котируется на отметке 61 02 это уже не так высоко как днем ранее но все равно друзья повторяю что нахождение актива выше 60 это пока что то что располагает покупка мы давненько не видели бренд на таких уровнях я прекрасно понимаю что очень много сейчас рисков глобального характера связанных опять же с перспективами роста мировой экономики эти риски актуальны в связи с последними макроэкономическими отчетами из и сша об этом я очень много говорил друзья и на прошлой неделе и в начале собственно этой но признаю что этот фонд пока что авторосортные участники рынка цепляются за более такие актуальные насущные и наверное свежие темы скажем так это данные по запасам мы до сих пор отчасти резонируем от сломанной тенденции тренда их увеличение запаса как вы помните на прошлой неделе сократились возможно с учетом динамики которая складывается по показателям экспорта импорта и загрузки нпз мы увидим нечто похожее в эту среду также участники рынка обращают внимание на признаки сокращения мирового предложения а здесь ветер дует со стороны статистики по количеству нефтяных терминалов бейкер-хьюз собственно на сша в частности количество активных буровых сейчас составляет 696 штук а вроде бы как и много но в то же время друзья это минимум с апреля 2017 года помимо этого если еще позитивные факторы за которые стоит сейчас цепляться если мы в целом посмотрим на динамику вчерашнего дня то легко сможем заметить что защитные активы спросом-то как таковым не пользовались и иена снижалась поэтому доллар иена у нас уперлась в сопротивление 109 низкий спрос был и на золото и на франко с облигациями динамика не так которая связана с какими-то геополитическими рисками поэтому обрисовывая перспективы именно того что происходит сейчас с нефтянкой и делая отсылку на снижение спроса на защиту мы конечно же должны копнуть глубже и прийти к выводу может быть есть какие-то позитивные новости о спалейхе отношений переговоров с сша и китая на самом деле таковы и есть но это улучшение фона которая опирается только лишь на комментарии как таковых новых раундов переговоров не было никаких конференций телефонных тоже не было соответственно сейчас мы руководствуемся лишь позитивными комментариями трампа который продолжает поддерживать рыночное настроение может быть всех заинтересован будучи в роста именно американского фондового рынка то есть последний комментарий трампа о том что большая часть соглашения это прямой дословный перевод друзьям будет подписано уже на саммите от с в чили который состоится 16 и 17 ноября и вот как только это заявление прозвучало на рынок как будто бы снова перезагрузился поверил трампу что скоро этот оппозитив на рынок нагрянет он неминуемые вообще все заживут прекрасно мировая экономика тут же начнет цвести пахнуть и все риски которых мы говорили раньше уйдут куда-то вот в неизвестность друзья я надеюсь вы уже научены опытом вместе со мной и прекрасно понимаете что наверное поставить на позитив связанные с отношениями сша и китая можно будет только в том случае если мы увидим вот телевизором интернете копию документа где будут подписи си дзиньпин и трампа под двухсторонним торговым соглашением которая призвана положить конец торгового не до тех пор пока этого не будет я думаю что на весь вот этот напускной позитив сейчас вообще полагаться не стоит и вообще его лучше фильтровать понимаешь что основные риски они никуда не одеваются но в целом возвращаясь к нефтянки отмечу что поскольку рынок остается восприимчив к настроениям да на текущий момент а даже вот надежды на возможный прорыв соглашения это тоже фактор который оказывает поддержку рисковым активом которым относится и нефтянка давайте до развязки опять же в отношении нефтянки этим сейчас пользоваться тем более что мы держимся выше 60 я надеюсь то что нам надо состаться еще ближе к 65 долларам за баррель доллар иена 1897 друзья в целом по большинству финансовых активов сегодня своего рода затишье перед бурей то есть денек когда можно еще отдохнуть настроиться на конкретный лат и трейдинг потому что основные движения пойдут уже завтра как раз фокусируйтесь на предстоящих событиях завтра на брифинге мы они безусловно поговорим завтра на рынке будет жарко потому что завтра заседание федрезерва завтра снижение процентной ставки завтра темпы экономического роста сша скорее всего они будут пересмотрены с двух процентов до одного из семи это будет еще одной возможностью для нас зацепиться за слабые перспективы экономически американской экономики ну со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане трейда на ослабление доллара евро против американца один десять девяносто четыре вчера вот очень интересную статью нашел со ссылкой на аналитику блумберг в частности что до конца этого года евро доллар имеет очень хороший шанс оказаться в районе 1 0 7 в принципе я разделяю такую точку зрения ну с посылом того что евро будет под давлением может быть 1 0 7 крутовато особенно как вялое мы в принципе снижаемся последние месяцы но главное друзья что нисходящий динамика сохраняется я уверен то что мы закрепимся ниже отметки 110 тем более что весь тот фон который складывается он только к этому и располагает друзья не забывайте ни в коем случае про мягкую политику европейского центрального банка а самое главное не забывайте почему и cd проводит эту политику когда вы поймете что эта политика попытка снизить минимизировать негативные последствия тотальнейшего экономического спада станет ясно что такая конъюнтура не совместима с дорогой национальной валюты фунт против доллара 1 28 53 европейский союз согласовал очередную отсрочку третью уже по счету до 31 января 20 года очень много было возмущений в связи с этим со стороны правительства потому что как вы помните борис джонсон напротив всячески выступал за то что новую отсрочку давать не нужно потому что это сохранить страну в состоянии неопределенности но поскольку все-таки продление периода выхода англии составы согласовано и как требование такое было со стороны именно а парламента требования которое он благополучно донес до евросовета она удовлетворена и в принципе борис джонсон сейчас ему как-то сопротивляться не может но а был поднят тут же вопрос о проведении досрочных парламентских выборов а вчера прошло голосование о том когда их нужно провести как вы наверняка знаете джонсон потерпел еще одно поражение потому что двух а третий голосов он у данной инициативы не было что будет дальше друзья я думаю что джонсон ну фактически обязан просто пытаться протащить новые парламентские выборы потому что он остается лоббистом идеи того что англии нужно вывести состава и есть даже на условиях жесткого выхода но этот сценарий не сможет реализоваться до тех пор пока у него не будет достаточно союзников палате общин потому что именно палата общин блокирует соглашение которое ранее было достигнуто с европейским союзом и не дает вывести страну из и с поэтому досрочные парламентские выборы ему крайне необходимы пример сейчас можно попробовать протащить законопроект который допускал бы возможность проведения парламентских выборов где определяющим будет не две трети голосов а элементарное простое большинство в общем будем следить за дальнейшим развитием событий друзья я настаиваю на том что мы должны видеть во всем это очень высокий показатель политической неопределенности но это друзья точно несовместимо с ростом национальной валюты потому что отсрочка это не решение проблемы мы уже трижды убеждались в этом то что время проходит а соглашение по-прежнему нет доллар канадец 1 30 50 завтра момент истины для канадца уверен пару раскачает либо решение банка канады поставки либо решение федрезерва процентной ставки поэтому готовимся к восходящему ралли австралии спатьев доллара 0 68 55 вот буквально через несколько минут начнет выступать 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 филипп лоу который является руководителем резервного банка австралии ждем намеки на снижение процентной ставки и соответственно закрепление пары ниже уровня 0 68 на этом собственно все большое спасибо всем за внимание всего доброго до свидания спасибо